Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Коллеги, ещё раз доброго дня. Продолжаем работу городского пресс-центра. Готовимся, наверное, к вечерней программе, которая сегодня ждёт нас, в том числе на фан-фесте. Сегодня с нами петербургский музыкант Билли Новик. Добрый день. Здравствуйте. Очень рад. Билли, расскажите, сегодня будете на фан-фесте, какую вы программу специально для неё готовили, что сегодня услышит Казань? Сегодня я приехал в Казань с одним из моих сольных проектов, который называется «Петербургский джазовый актив». Но узнав о том, что в данный момент здесь находятся дружественные коллеги, которые хотели бы вместе поучаствовать в концерте, мы приехали неполным составом в расчёте на то, что к нам присоединятся здесь наши коллеги. И в первую очередь это Валерий Коротков, пианист, который выразил такое желание присоединиться. И трубач из Израиля – это Грегори Ривкин. Вот только что прошёл уже саундчек-репетиция уже на сцене этой огромной сцены фестиваля болельщиков в фан-зоне так называемой. Мы познакомились, попробовали, познакомились с музыкальной точки зрения, прошли программу, всё обсудили и готовы представить всем жителям города Казани и всем гостям города программу, которая больше тяготеет к тому, что мы в современном мире называем термином «джазовые стандарты». Это вечно зелёные хиты джазовой классики, скажем так, и которая изрядно разбавлена русскоязычными песнями в основном советского периода. Моими любимыми песнями, которые так или иначе связаны с нашим родным городом, с Петербургом, Ленинградом. Прозвучат такие песни, как «Крейсер», «Аврора», «Дождь на Неве». «Город над Вольной Невой», она же вечерняя песня. И в международном языке джаза, как я уже сказал, вечно зелёные хиты джазовой классики, такие песни, как «All of me», «What is this thing called love», «Root 66», «There will never be another you». Отличные песни, которые по сути являются тем международным языком джаза, на котором джазмены из разных стран могут встретиться и сразу начать плодотворный и красивый процесс совместного музицирования. Как вы эту программу готовили по смысловому наполнению, по посылу настроения? Что именно вы хотели для аудитории нанести? Специальную футбольную тематику мы не затрагивали, но учитывая специфику самого мероприятия, учитывая энергетический градус всего этого действия, именно фан-зоны футбольных матчей, трансляции футбольных матчей, мы подготовили максимально энергетически заряженную программу, то есть тот джаз, который одновременно является и классическим, ну так в кавычках человеческим, но и одновременно с такой как бы, ну как сказать, красивой, но весьма агрессивной энергетикой. Вот такой интересный коктейль должен получиться сегодня. Сегодня вы выйдете на сцену сразу после матча Англии и Бельгии за третье место. Есть ли ваше предпочтение, возможно? И есть ли время на то, чтобы смотреть матчи и болеть за какую-то конкретную команду? Ну, я причисляю себя к таким болельщикам футбола, умеренным, то есть неактивным. Сам целенаправленно я не ищу трансляции, но если где-то вижу, конечно, уже не оторваться. Что касается моих предпочтений как болельщика, конечно же, я болел за сборную России. И был очень рад, что наша сборная впервые за 30 с лишним лет вышла в одну восьмую финала. И это очень здорово, конечно. Я продолжаю верить и надеюсь, что на следующих чемпионатах удастся достигнуть еще больших успехов. И когда-то вы будете выступать перед матчем России в финале? Примечательно, что перед теми матчами, когда мне удавалось выступать в рамках этого фестиваля, этого чемпионата, наша сборная всегда одерживала победу. А где вы уже были, в каких городах вы уже были? Мы были в Петербурге, первый наш концерт на фан-зоне, на фестивале болельщиков был в Петербурге, а затем в Волгограде. Какой был посыл от аудитории, какой зритель приходил? Очень сложно оценить объективно зрителя, потому что мы видим первые 20-30 рядов перед сценой, что творится там дальше, зрения и интуиции не хватает. Но могу заметить, что я был в очередной раз удивлен, то есть несколько раз я был удивлен тем, что тот состав болельщиков, который удавалось оценить, это весьма культурные, средние, спокойные относительно каких-то в контексте какой-то может быть агрессии, нет, сдержанные, веселые, радостные люди, которые действительно болеют за футбол и не злоупотребляют, скажем так, массовыми сборами людей ради чего-то. То есть я горжусь всеми болельщиками, которые приехали в Россию на этот чемпионат. Это в целом очень все приятные люди. Вдохновляющая ли для творческого человека атмосфера? Да. Ни разу я не испытывал какого-то такого дискомфорта, что вот эти болельщики, вот они там напились там или что-то. Нет, как-то все вот... Причем даже в те моменты, когда в аэропортах были затруднения, там задерживали рейсы, люди путались и так далее. Я присутствовал в этот момент в аэропорте, это было в Шереметьево, и все было весьма культурно. Мне очень нравится, как реагируют наши органы. Мне кажется, им, наверное, раздали разнарядку быть очень дружелюбными и содействовать, и как-то в буквальном смысле служить безопасности. Вспомнился мне фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене, который когда-то поразил меня тем, что даже очень пьяных людей, возвращающихся с этого фестиваля, полицейские, немецкие полицейские, без того, чтобы, не знаю, там забирать в кутузки каких-то, они подсаживали их так вот, помогали сесть в метро, придерживали двери, чтобы они могли спокойно сесть. Это, мне кажется, очень правильно. И когда такие явления происходят в таких масштабах, как чемпионат мира, мне кажется, что это тоже очень хорошо влияет на самих полицейских. Мне кажется, что эти шаблоны поведения они смогут использовать потом продуктивно в своей повседневной деятельности, что в меня, в общем, вселяет оптимизм. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Мария Таценко. Мария Таценко, мир Васильевич. Сегодня на тех фан-фестах, на которых Вы уже выступали, какая была реакция у болельщиков? Начинали ли, может быть, подпевать? И было ли такое, что по ходу концерта Вы понимали, что, например, пришли фанаты из определенной страны, и импровизация какая-то нужна, а нужно поменять программу по ходу? Нет. Я этого боялся, что, возможно, такие будут неловкие ситуации, но это еще раз доказывает, что болельщики очень позитивно настроены. И они воспринимают то, что им дают, без какой-то критики. То есть они, бразильские болельщики, не требуют бразильской музыки. Они наоборот, они воспринимают это как лучшее то, что им предоставляют организаторы. Тем более, все это курируется самой FIFA. Поэтому все там, все знают, что согласование, все процессы, они все не просто так. Поэтому как бы все аккредитовано, все согласовано, и как бы критики не поступало. Могу отметить, что, конечно же, есть некоторое такое обманчивое впечатление, что все поют твои песни. Но необходимо понимать, что в момент концерта, естественно, те, кто хотели посмотреть концерт, они просто группируются около сцены. И поэтому первые 100 рядов, которые ты видишь, тебе кажется, что все подпевают. Но я уверен, что это иллюзия. Это после перегруппировки, контекстная перегруппировка, скажем, болельщиков, которые ждали приезда своей любимой группы, той или иной. И специальную программу составлять не приходилось. Но, может быть, действительно подбирались только более энергетические песни такие. Спасибо. Коллеги, ваш график концертов расписан до конца года, есть уже и на следующий год план. Как время для фанфестов, в частности для фанфестов в Казани, в этом графике вы нашли, как задолго вам поступило приглашение? Мне кажется, переговоры начались в момент проведения интернационального дня джаза в Петербурге, если я ничего не путаю, который проходил в самом начале 2018 года. Но полгода, мне кажется, это нормальное, реальное, разумное время для того, чтобы найти повод приехать в прекрасный город Казань. Завтра в Казани вы презентуете новую программу. Почему именно в Казани? И интересно, время программы, если я не ошибаюсь, она сразу после финальной игры. Как-то специально ли выбирали именно это время? Да, помимо моего основного проекта, проекта «Биллис Бэнд», у меня есть еще проект «Петербургский джазовый актив», с которым я выступаю сегодня. И завтра я презентую в Казани новую программу, которая называется «Билли Новик поет песни Егора Летова». Это моя любовь практически с детского возраста. Всегда мечтал, но никогда не решался. Я, как старый фанат Егора Летова, считаю его лучшим автором текстов, песенных текстов. И он наиболее часто внутренне цитируемый мною автор. Поэтому сейчас, когда я стал чуть посмелее, что ли, я решил сделать программу, в которой я исполнял бы свои самые любимые песни Егора Летова для всех тех, кто по какому-то недоразумению для себя его творчество пока еще не открыл. Это программа, которую мы сделали вместе с моим товарищем, барабанщиком Артемом Теклюком, с которым мы завтра и будем выступать в Rockstar Bar. Время мы так особо не подгадывали, но начало концерта в 9.00, это как раз просто после всех матчей будет небольшое время. Всех, кто хотел бы посмотреть, что это такое, конечно же, я с радостью приглашаю. Будет ли у вас возможность завтра следить за финалом? Я думаю, да, конечно. В Казани какой слушатель? Я не был в Казани более 7 или 8 лет. То, что было тогда, я думаю, многое изменилось. Надеюсь, в лучшую сторону. Но те воспоминания, которые у меня остались о Казани, очень благоприятные. Мне Казань всегда казалась очень дружелюбным, красивым и гостеприимным городом. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Вы изменили состав, будете выступать вместе с Валерием Коротковым, с Грегорием. Может быть, вы изменили еще как-то программу, и вдруг что-то татарское прозвучит. Я хотел бы поприветствовать всех болельщиков каким-то татарским приветствием. Вот сейчас после конференции, пресс-конференции попытаюсь разучить несколько приветственных слов. Но что касается музыки, наверное, огорчу вас, но пока нет. Возможно, в следующий раз. Возможно, в следующий раз. Но в следующий раз возможно. Спасибо. Коллеги? Да. Можно небольшой уточняющий вопрос. Из тех городов, которые принимают чемпионат, вас пригласила именно Казань в этом ряду. Может быть, вам бы хотелось в каком-то другом еще городе выступить, исходя из того, какие команды там играли в течение чемпионата? Нет, здесь все-таки приоритет для меня. Конечно, с одной стороны, на первом месте я бы хотел выступать в Петербурге, потому что путешествовать мне уже не так азартно, как это было раньше. Но Казань, учитывая, что я очень давно здесь не был, это особая радость здесь быть и играть. Вы давно здесь не были, но наверняка уже по казанским улицам прогулялись. Насколько город изменился? Вот такой первый взгляд. Ну, пока только проехались на автомобиле. Ну, в центре, конечно, потрясающе. Прекрасное дорожное покрытие. Вся такая вот садово-парковая структура очень впечатляет. Архитектура. Очень много новой архитектуры появилось, которую я увидел. Сама концертная зона насколько комфортной оказалась? Концертная зона очень, конечно, очень качественная. Аппаратура, все на сцене прекрасно. Я не знаю, что там в зале, но, наверное, в зале уж не хуже, чем на сцене. Ну, потрясающе. Все сделано очень на высоком уровне. Спасибо. Коллеги. Да, Мария. Можно такой вопрос. Киос «План на будущее» хотели бы выступить на каком-то подобном крупном мероприятии и, может быть, посвятить композицию Чемпионата мира в России? Я знаю, что в Казани проводится фестиваль, о котором я много слышал. Может быть, я не точно помню его название. Как-то «Сотворение мира». Нет? Путаю. Было раньше, да. Было раньше, теперь его нету. Ну, вообще, надо сказать, что я, не знаю, может быть, это печально для поклонников, но в последние годы мне как-то нравится больше камерное взаимодействие с людьми. Мне нравится видеть не большую, добрую, безликую толпу, а конкретных людей, пусть даже критически настроенных. Как-то предметно мне больше имеет смысл, для меня это больше мотивация для того, чтобы для тем, кому, например, не нравится, та музыка, которую я исполняю, у меня всегда есть некий азарт сделать так, что вдруг понравится. А когда это огромное, извините за выражение, толпа, в хорошем смысле, конечно, ну, как-то я не очень понимаю, что происходит. Мне кажется, что-то теряется. Может быть, я просто не научился управлять или оперировать вот такими для меня не очень внятными энергиями, но мне интересно всегда штучное взаимодействие. Поэтому я бы лучше сыграл несколько маленьких концертов, нежели одно большое выступление. Сегодня исключение, потому что пока других поводов приехать в Казань не было. Теперь, когда этот повод есть, это прекрасно. Надеемся, будет еще больше коллег, если вопросы. Если вопросов больше нет, то мы поблагодарим вас, поблагодарим коллег. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Хорошего вечера. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности. Новости. Новости.